Какой будет курс доллара с 19 по 23 июня 2023 года? Друзья, рад вас снова поприветствовать на моем канале. И данное видео я начну с прошлой недели, так как курс доллара впервые с начала апреля 2022 года поднимался выше уровня 85 рублей за 1 доллар. Правда удержаться на достигнутом уровне особо ему не удалось, и по итогам пятничных торгов прошлой недели он составил 84 рубля и 14 копеек, что на 1,5 рубля выше значений закрытия предшествующей недели. Такая медвежья игра в основном связана с низким предложением валюты со стороны экспортеров и повышенным интересом к ней со стороны импортеров, также локальных спекулянтов и выходящих из страны иностранных компаний. Также центральный банк нам с вами дал цифры по платежному балансу, а именно по счету текущих операций, в которые включают себя экспорт, импорт, международные потоки прибыли, зарплат и рент. И данный счет текущих операций нам с вами показывает, сколько из России уходит валюты, также сколько в России этой валюты приходит от экспорта, импорта, факторных доходов, то есть зарплат, рент и прочего всего. В целом это все просто. Если в платежном балансе цифры указаны со знаком плюс, то это значит, что в страну в чистом виде приходит валюта. Если же наоборот указано со знаком минус, то естественно валюта утекает. В России, как вы уже можете догадаться, счет текущих операций положительный, ведь Россия экспортирует нефть и газ, получая за это колоссальный приток валюты в страну, а это обеспечивает крепость рубля. И вот что мы с вами видим сейчас. Счет текущих операций за январь и май составляет всего лишь 22,8 миллиарда долларов. Это конечно же все еще с плюсом, но за аналогичный период прошлого года этот показатель составил аж 124 миллиарда долларов, то есть он был в 5,5 раз выше. Основная причина такого падения это снижение экспорта из-за падения ценные ресурсы и из-за санкций. И теперь взглянем мы с вами на торговый баланс, то есть экспорт минус импорт составляет 44,7 миллиарда долларов за январь-май 23 года. А это приблизительно на 69% меньше, чем за январь-май прошлого года, как раз из-за более низкого экспорта из России. А в апреле-майе ситуация еще больше усугубилась. Тороговый баланс за апрель составил всего лишь 7,8 миллиарда долларов, а за май он составил 8,2 миллиарда. Это почти в 4 раза представляет себе в 4 раза ниже, чем год назад и на 10-15% ниже, чем в среднем за первые 3 месяца этого года. И тут мы с вами наглядно видим, что для российского рубля, к сожалению, ситуация становится плачевной. По крайней мере, пока не наладится потоки экспорта из России. И нынешняя динамика торгового баланса исчерпывающе показывает, почему рубль продолжает слабеть. Но на текущий курс рубля в какой-то степени может повлиять заявление вице-премьера правительства России Андрея Белусова относительно того, что оптимальным курсом в кавычках рубля для России он уже считает диапазон от 80 до 90 рублей. Хотя, как мы с вами знаем, каждый раз, когда правительство не может удержать курс, они говорят, что это положительно для российской экономики. Так было, когда рубль достиг 70 рублей, так было, когда он достиг 80 рублей. И я считаю, что скоро уже они будут говорить, что 100 рублей это самый оптимальный курс на сегодня. Если подводить итоги, то я считаю, что курс доллара на текущая неделя достигнет уровня 85 рублей за одну единицу. Но к концу текущей недели, я думаю, он снизится до уровня 83 рублей. Так как мы с вами знаем, что скоро уже конец июня. А это значит, что будут полугодовые выплаты налогов. Компаниям и экспортерам придется продавать валюту, что должно положительно сыграть в сторону укрепления национальной валюты. И на этом ставьте ваши лайки, пишите в комментариях ваш прогноз курса доллара на текущую неделю. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!